Малаховский парк посетили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Поводом для визита стали споры, которые все жарче разгораются вокруг проекта благоустройства этой зоны отдыха. Специалисты тематической площадки «Экология» проверили ход работ и дали свои рекомендации по реконструкции. Так комфортно в Малаховском парке молодой маме Екатерине Егоровой еще не было. Прогулки с первым ребенком походили на полосу препятствий из ухабов и кочек грунтовой дороги. Теперь под колесами детской коляски гладь тротуарной плитки. Едет как по маслу. Мне очень нравится, да, то есть как бы с коляской. В Москве, в Люберцах это уже везде, везде, где есть зеленая зона, есть дорожки, есть фонари и есть лавочки с орнами. Это очень здорово. В 21 веке, я надеюсь, что до нас тоже цивилизация дойдет. Вымоченная дорожка только начало. Впереди монтаж освещения, установка лавочек, курн, детских и спортивных площадок, благоустройство зон отдыха. Проектировщики обещают, все объекты грамотно и бережно впишут в рельеф. Старожилы Малаховки настаивают благо цивилизации и народный предмет на теле родного парка. Это лесопарк. Необходимо сохранить биоциноз, необходимо убрать мусор, необходимо срубить разваленные деревья и ограничиться минимумом вмешательства в живой мир этого региона. Возмущение довело малаховчан, природоохранников до электронного порога Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ не оставили без внимания крик о помощи. Приехали в Малаховку лично проверить, так ли страшно благоустройство, как его молюют. Часовая прогулка по парку показала, грубых нарушений нет, но без погрешностей не обошлось. Спецтехника повредила корни и стволы здоровых деревьев. Нужно обязательно формировать, скажем так, такую культуру проектирования вот таких вот территорий, которая должна предусматривать такой щадящий подход именно к самой природной зоне. Нужно неформально подходить к учёту мнения граждан при благоустройстве, тем более при благоустройстве природных территорий. То есть необходимо учитывать мнение разных групп жителей. Антон Хлынов дал рекомендации по дальнейшему благоустройству Малаховского парка. О рабочей группе предстоит позаботиться о лечении повреждённых деревьев, реабилитации почвы и компенсационных посадках. Ещё один совет – сделать взаимодействие с жителями посёлка максимально плотным. Все замечания кураторы благоустройства учли и уже проводят работу над ошибками.